Единая диспетчерская служба ЛГЖТ на улице Московская. Место, куда люберчане обращаются со своими жалобами и предложениями в сфере ЖКХ. Охват работы большой. 70% жителей, которых обслуживает 8 ЖУ. В нашем штате работает четверо операторов. В течение дня мы принимаем обращение, звонки от жителей с различными проблемами. Оператор принимает заявку, обрабатывает ее, заносит данные обращения в электронную систему, назначает исполнителей. Исполнителем является у нас одно из подразделений. Это и предстояло сделать первым лицам компании. Руководство ЛГЖТ подробно ознакомили с принципами работы единой диспетчерской службы. После чего операторы уступили им свои места, однако помогали в работе. На культе генерального директора Азизова. Слушаю вас. Я сегодня начал сам поработать с народом. Не удивляйтесь. Спасибо за реакцию. Слушаю вас внимательно. Кроме генерального директора компании, на звонки жителей отвечали и его заместители. Так же, как и их подчиненные, они принимали и обрабатывали обращения граждан. Таким образом, первые лица ЛГЖТ решали проблемы люберчан напрямую. В 83-й квартире нет никакой воды. Такое возможно разве? Мамед Фискенович, у нас там одна квартира проблемная. Мы ее долго выморбливали, вот наконец ее нашли, потому что там нет циркуляции. Руководство ЛГЖТ не только сменило обстановку, но и освоило новую профессию. От такого эксперимента они остались под впечатлением. И этот опыт планируют повторить. Сегодня я себе понял, что это очень нужно, очень важно. Я благодарен моему коллективу, который мне выдвинул на эту идею и сказали, что надо сделать это. В принципе, вы знаете, мы первые. Самый главный результат – прямое общение с жителями. Вот, все записывается, и люди получают тот или иной ответ, или их решается их тайная проблема. Поэтому это очень важно и нужно сегодня. Ну, мы чувствуем, что мы на правильном пути. В дни пиковой загрузки в ЕДС ЛГЖТ поступает более семи сотен звонков. В обычные дни – до четырех сот. Диспетчерская служба компании существует всего полгода. Однако уже за это время система позволила оперативно решить проблемы тысяч жителей. Кроме того, с появлением ЕДС практически все обращения люберчан фиксируются и, самое главное, решаются. Анна Троян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.